Россия уже государство-победитель. И нету такой силы в этом мире, которая смогла бы заставить Россию встать на колени или сдаться. Поэтому, еще раз, победим однозначно. Ахмат, сила, Россия, мощь, Донбасс, добро пожаловать домой. Все одним словом, ихними рейхстагами. Нам для того, чтобы воевать на передовой, эти мобилизованные люди не нужны. Они нам не нужны для того, чтобы они пошли кого-то уничтожать противника. Основная работа, которая, наверное, ляжет на плечи этих мобилизованных, это непосредственно, как говорится, защита этих территорий, нахождение этих бойцов в наших тылах, чтобы они нам оказали поддержку именно в непосредственном, как говорится, локализации тех угроз, которые могут быть у нас за нашими уже спинами. Мы все находимся на передовой. Если мы поставим вперед каждого нашего шага, любовь к Богу и любовь к своей Родине, вера в Бога и любовь к своей Родине, я считаю, что любой человек проснется поставить эти два фактора, как говорится, вперед себя, подумает и для себя решит. Даже если бы меня не призвали, я должен пойти и отдать долг своей стране, своему народу и Богу, который нас, вот, как говорится, ничего мы не делаем ради Него, а Он нам дал все и дает это все. А в случае, если они спрячутся за юбками своих жен, куда-то убежат, уедут, нам от этого, конечно, мы ничего не потеряем. Но вот каково им будет потом жить в этой жизни? На что они будут потом претендовать? И на что они смогут претендовать? Вот это вопрос уже второй. Я так думаю, что каждый мужчина, если он в себе чуть-чуть поковыряется и включит в себе хотя бы ту малость мужского, которая в нем есть, он обязательно скажет, нет, я не поеду куда-то прятаться, а я поеду туда, где стоят мои братья, буду защищать свое человеческое я. Я так думаю, что это будет самое правильное решение. Мы выиграем, это вопрос однозначно. На эту тему я даже и не думаю. То есть, а может быть, нету такого понятия, а может быть. Мы знаем, что мы выиграем, потому что мы истинно верующие люди. Ахмат сила, Россия мощь, Донбасс, добро пожаловать домой. Мы вместе являемся одной силой, которая победит мировое зло. Отвечу на ваш этот вопрос с позиции человека, который непосредственно прожил на территории Чеченской Республики и пережил все эти события, которые у нас были, не где-то там прячась в подвалах, а непосредственно принимал участие, как говорится, и в наведении порядка в военном формате, и в наведении порядка в мирном формате в составе команды Кадырова. Я могу отметить, что навести здесь порядок и сделать так, чтобы здесь опять был процветающий край, чтобы люди здесь зажили нормальной жизнью, это не является абсолютной, как говорится, никакой проблемой. Для нас сегодня самое главное сделать все для того, чтобы наш противник уже конкретно, как говорится, потерпел поражение. Значит, после того, как противник будет уже локализован и уже на территории Донбасса уже не будет представителей украфашистов, с этого момента я так думаю, что для того, чтобы навести порядок здесь, нам не понадобится много времени, потому что Россия под руководством верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, она полна решимости и в наведении порядка, и в выделении сил и средств для того, чтобы здесь сделать точно так же процветающий край, как и на территории Чеченской Республики. И я хочу отметить, что действительно вот у нас есть пример. Рамзан Ахматович Кадыров, который возглавил Чеченскую Республику и буквально в короткие сроки сумел сделать так, чтобы наш край, Чеченская Республика, чтобы стала процветающей. В России люди, сейчас уже Донбасс, это тоже Россия однозначно, в России люди очень трудолюбивые. То есть население России, оно умеет строить, нам надо сплотиться и сделать так, чтобы это все воплотить в жизнь. А то, что это будет воплощено в жизнь, и мы заживем так, что все государства, которые сегодня поливают Россию грязью, наоборот, будут завидовать нам и пытаться, наоборот, с нами каким-то образом подружиться, будут еще они, попомните мои слова, они еще будут сами, как говорится, судить руководителей своих государств, которые сегодня сделали так, чтобы Россия стала ихним врагом. Мы сегодня слышим о том, как подорвали, значит, эти трубопроводы, через которые прокачивался газ в Европу, в Германию. Вот сегодня подорвали эти трубопроводы, вопрос встает, кому это было выгодно? России? Нет. Германии? Нет. Получается, те именно государства, которые являются государствами-террористами Америка и блок НАТО, они, получается, подорвали эти наши, как говорится, трубопроводы, всего лишь для того, чтобы газ не шел в эти европейские государства. Америка любыми путями пытается сегодня ослабить Европу. Будем надеяться, что народы этих государств тоже проснутся. Это вопрос только времени. Нам надо с вами сделать так, чтобы мы им помогли проснуться, а мы им поможем проснуться. Пусть все увидят, насколько они безжалостно относятся к народу Украины, к народам Европы. И в этом случае они тоже начнут понимать и приходить к мысли, что им надо выходить на улицы и сметать руководство своих государств. Это тоже вопрос времени. Политика Украины, ну, мы с вами должны понимать, что там есть, как говорится, ЦИПСО, которое делает очень хорошо свою работу. И для того, чтобы население каким-то образом, как говорится, чтобы оно начало плохо относиться, или там подумало, что с нашей стороны там мы вытворяем какие-то вещи, конечно, им надо это все выносить в массу в таком формате, что вот мы самые плохие люди, что от нас только одна проблема. Ну, пола Всевышнего, мы с вами знаем, что все населенные пункты, города, которые были освобождены непосредственно с помощью наших подразделений, они прям сначала, как только мы начинали входить в эти населенные пункты, сразу начинали получать гуманитарную помощь из фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова. И, по сути своей, население уже знает, что где находится спецназ Ахмад, там обязательно работает фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова, который постоянно обеспечивает население этих территорий продуктами питания и первой необходимости. Поэтому там могут говорить все, что им хочется говорить, а мы должны делать свою работу так, чтобы население этих территорий реально ощущало нашу поддержку и нашу помощь. Вот и вся суть. Россия уже государство победитель. И нету такой силы в этом мире, которая смогла бы заставить Россию встать на колени или сдаться. Поэтому еще раз победим однозначно. Ахмат сила, Россия мощь, Донбасс, добро пожаловать домой.